Псалом Мы вошли в Новый год, мы с вами многое говорим, что-то мы знаем, что-то не знаем, но слава Богу, что у нас есть Библия, Слово Божие, обетование Божие, которые оставлены для нас, чтобы мы не на себя надеялись, надеялись, уповали на Бога. Бог многократно говорит за то, что Он возлюбил меня, за то, что Он посвятил жизнь Свою мне, за то, что Он последовал за мной, сохраню Его, благословлю Его. Бог также дает милость, говорит, что если человек где-то споткнется, он может подняться и возвратиться к Богу. Бог говорит, что если какие-то приходят перемены в окружающую жизнь, Бог не оставляет народ свой, Он любит, Он заботится, печется. И Бог силен сохранить нас с вами, церковь свою, среди всякого рода трудностей, испытаний и поставить пред Собою освященными, оправдами, искупленными. У Бога это и есть сила, у Бога есть власть. Только помоги нам Бог оказаться Ему верными. Я хочу прочитать, это будет с первого послания Тимофею, второй главы, с первого стиха и ниже. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмотежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Здесь прочитал, что Бог хочет, чтобы мы с вами, люди, которые познали Бога, молились Богу, молились о правительстве, о начальствующих, для того, чтобы Бог управлял их сердцами, давал мудрых советников, для того, чтобы они могли поступать мудро, благоразумно, чтобы было благо всем честным людям, всем людям, которые поступают по правде, говорят истину, к Церкви Христа, христианам. И для этого нужна, естественно, что мудрость правительств и начальствующим. Скажем, мы с вами живем в этой стране, и мы видим, что в этом стране люди живут со всего мира. И слава Богу за законы, которые приняты в этом мире. Очень много в отношении людей, в соблюдении правил, скажем простейшее, мы с вами все ездим на дорогах, и нам с вами нравится, что есть правила. Это не говорит, что никто никогда их не нарушает. Нарушает. И бывает, нарушатель едет с большой скоростью, и он вредит впоследствии не только себе, и окружающим людям. И вот для этого сделаны законы, чтобы все люди придерживались, соблюдали эти законы, чтобы люди, живущие в окружении, они были тоже в безопасности. И Бог говорит о том, напоминает здесь апостол Павел, чтобы молились. И это хорошо перед Богом. Хотя мы даже с вами знаем, что в Израиле царство, которое принадлежало Богу, люди, которые имели закон, заповедь и постановление от царя, и ниже, они все были израильтянами. И мы встречаем в Священном Писании, что не всегда они тоже были верны Богу. Не всегда они принимали правильные тоже решения. Ну, самое простое мы можем вспомнить. Давид решил пересчитать народ. И перед Богом было это неугодно. У него был хороший военачальник, хороший советник. Ему советовал не поступать, не делать. Но слово царя превозмогло. И мы видим, что потом пострадал народ. Скажем, мы встречаем в другом месте, когда наоборот были советники, допустим, когда восстал после Соломона сын его, и он решил посоветоваться, посоветовался с пожилыми людьми, старшими людьми, они дали совет ему. Он подумал, а потом решил посоветоваться с такими, как он, молодыми. А они ему дали очень хороший совет. Они сказали, ты царь, у тебя власть, сила. Ты можешь выйти и сказать сейчас такое слово. И он сказал его. И оказалось, что разделилось царство. Такой совет был дан. И разделились между собой братья, 12 колен израилевых. И это был, конечно, плохой совет. Он знал, ему дали хороший совет, но он не поступил по этому совету. Поэтому Бог хочет, чтобы мы молились. Мы знаем Бога. Мы познали Бога. Скажем, да, и в этой стране висели 10 заповедей. Люди читали. Кто соблюдал, кто нет. Но люди знали. Многие правила, которые ставятся, законы, я думаю, все люди понимают. Никому не нравится, когда его кто-то ударил. Никому не нравится даже самому плохому человеку или, скажем, вор, который ворует другие деньги. У него украли, он возмущен, как это так. У него украли, он сам это делает. Люди понимают, когда зло направлено или грех в их сторону. Но люди живут, и они считают так. Бог высоко, царь далеко, живи как хочешь. Живи в свое удовольствие. Никто не видит, можно делать грех и беззаконие. И поэтому Бог хочет, чтобы мы молились за людей, которые стоят у власти. Да, скажем, мы были в той стране, там вообще приняли закон не поклоняться Богу. Приняли закон о том, чтобы не служить Богу. Лишали всякого рода литературы, которая была. Но мы видим, что христиане были, есть и будут. Потому что есть живой Бог, который рождает свыше, который прощает грехи, который освобождает от грехов. И люди следуют и служат Богу. Мы помним хорошо Даниила. Он был в другой стране. Были законы, он служил Богу, свободно молился. И пришел закон не молиться. И хотя он занимал высокий пост, он понимал, что кого должно слушать? Человека или Бога? Естественно, что Бог помог и сохранил. Скажем, в наше время, если все христиане, которые живут в этой стране и называются христианами, и сказать, месяц не молиться, ну, для кого это будет проблема? А кто-то скажет, я уже полгода в церковь не ходил, полгода не молился. Если ставят закон не считать Слово Божие, а кто-то скажет, а я и так не читаю, проблем никаких нет. Нет, скажем, ну, это те люди, которые слышат о Боге, но не служат Богу. Те люди, которые знают о Боге, но не поклоняются Ему. Поэтому дай нам, Бог, мудрости различать то, что мы должны соблюдать и делать, живя в этой стране, и быть благословением для этой страны. Естественно, что благо, когда в стране, в которой живут люди, люди, которые поступают по правде, которые любят друг друга, заботятся о друг друге, это благословение. Скажем, так же самое было и в России. Я помню, один брат рассказывал за то, что он покаялся, он был учителем в селе, хотя был в селе, но хорошим учителем, его ученики занимали на соревнованиях по математике, истории, хорошие призовые места, но за то, что он уверовал в Господа, он был, как все православные, поверил. Его выгнали со школы, потому что он не может учить, потому что он верит в то, что все произошли не от обезьяны, а от Бога, и начинает это рассказывать детям, естественно, что им не понравилось. Потом он устроился, работал на ферме, кормил свиней, но прошло время, и он подал заявление на эмиграцию. Его тоже потом выгнали с этой работы и сказали, что раз ты человек верующий, ты не поддерживаешь коммунистическую систему, ты не достоин кормить даже наших свиней коммунистических, поэтому выгнали его с работы. Но я понимаю, для нас это улыбка, а в то время это было, человек не мог найти работу и долгое время, у нее семья, и это, конечно, была проблема для него. Но люди создавали разные законы. Соседка тоже как-то сделали суд и говорит о том, что да, он человек хороший, мы с ним живем, если моя курица зашла, снесла яйцо, он принесет его обратно, если он поливает свой огород и хватает воды, шланги до моего, он польет насколько можно, он хороший. Ну, соседка продолжает, это же товарищеский суд устроен, но за то, что он Богу служит, надо его расстрелять за это. То есть люди сами подтверждают, говорят устами, что это люди хорошие, они приносят пользу и благословение. Но тот ветер, который вверху летает, людям приходится лукавить, кривить и говорить плохо на христиан, на тех, которые верно поступают перед Богом. Я хотел еще напомнить знакомое нам место, мы читаем. Я хотел, чтобы мы сделали развлечение. Вот, скажем, Бог оставил заповеди, которые относятся к отношению к Богу, и мы должны быть верны Богу в этих заповедях, которые он оставил. И он оставил отношение заповеди между людьми, и мы должны различать, что Богу, а что человеку. Вот, скажем, 13 глава, знакомая, написано так. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящие власти противятся Божьему установлению, а противящие сами себя навлекут на себя осуждение». Скажем, здесь ничего не говорится о служении и поклонении Богу, а на том, что люди служат Богу. Скажем, да, мы были в этой стране, и люди, имеющие власть, они часто говорили или показывали, здесь вот написано, вы должны нас во всем слушаться, что мы говорим. Мы говорим Богу не служить, мы говорим не собираться, мы говорим детей не учить Библии, мы не говорим не читать Библию, и вы должны нас слушаться. Но здесь об этом совсем не говорится. Да, Богом установлены, здесь говорится отношения, какие вот, допустим, ниже прочитать, между людьми, и мы должны их соблюдать и делать. Написано так. «Ибо начальствующий страшен не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее». А мы понимаем, что всякий искренний, истинный христианин, он стремится к добру. Когда люди живут во зле, в грехе, в злобе, брат недавно перечитал пересень, какие люди живут, то естественно, что эти люди не делают добра, они делают зло. Они все делают для того, чтобы уходить своим похотям, желаниям, чтобы все работало только на них. А здесь говорится, люди, которые делают добро. «Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро, и если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, мститель в наказание, делающим злое. И потому надо наповинваться не только из-за страха наказания, но и по совести. Для сего вы подать и плодите, ибо они Божьи служители, всем самым постоянно занятые». Здесь говорится об отношениях, которые люди, мы все люди должны иметь между собой. Правильные, хорошие, многие отношения здесь, особенно в этой стране, где люди со всего мира съехались. Здесь каждый человек, естественно, должен уважать друг друга. По закону. Законы есть законы. Хорошо, когда люди держатся этих законов и поступают. Но, скажем, в другом случае, вот написано, апостол Петр говорит так, «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемых для наказания преступников и для поощрения делающих добро». Здесь написано, Бог поставил и говорит о том, чтобы мы были покорны для Господа. Скажем, так же самое, как в семье. Жена должна, допустим, служиться мужа, тоже в Господе. Дети должны тоже своих родителей слушаться в Господе. То есть, ни в грехе, ни в беззаконе. Скажем, здесь Он говорит, должны повиноваться. А вы помните, когда Он пристал перед, собрали Синедрион и запрещали им проповедовать об Иисусе Христе? Этот же Петр что им сказал? Кого нужно больше слушать? Надлежит кого слушать? Естественно, Бога. Они запрещали проповедовать об Иисусе Христе. И естественно, что апостолы не слушались, они говорили, потому что они говорили слова жизни, слова спасения. Они учили доброму, чистому, святому. Этому Бог учит всех христиан, чтобы все христиане последовали и держались. Да, хорошо в стране, когда идет страна, свобода, скажем, и этим людям хорошо. То есть, всем христианам хорошо живется. Вы помните, было время в Израиле, когда были пророки, когда люди отступали, или Израиль отступал, то приходил пророк, человек Божий, и, кажется, Израиль, должны служить Богу, но они завели идолов, они уклонились от Бога. Что они делали? Побивали пророков. Люди приходили, говорили правду, истину от Бога, чтобы наказание не постигло Израиль за их беззаконие, за то, что они отвернулись от Бога и стали служить идолам, и люди их не слушали. Бог говорит, я посылал к вам пророков, я говорил, я предостерегал вас, я заботил о вас. Скажем, так же самое, вы помните слова Иисуса Христа? Он говорит, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать тебя, хотел, чтобы покровительство было, но вы не захотели. Люди не захотели, они избрали другой путь, они избрали путь греха и беззакония, они не захотели, и Христос говорит, поэтому, раз ты не хочешь слушаться меня, Бога, не хочешь следовать за мной, не хочешь соблюдать мои правильные законы, за это придет наказание. И мы с вами будем молиться, до сели мы живем, время хорошее, время благоприятное, мы можем спокойно собираться, учиться, мы можем учить наших детей, время, в которое Библия изобилия, Слово Божье, можем читать, вникать, мы не знаем, что впереди, какие у Бога планы, я имею в виду, между странами, контингентами, все идет к концу, мы знаем, мы знаем, что обетование Божие, или пророчество Божие, они исполняются, приходят, да, страны как-то между собой движутся, существуют, но мы живем в этой стране, Бог дает нам светлый разум, чтобы мы молились, Господу, чтобы еще Божие благословения, чтобы мир, покой, был в городах наших, в стране нашей, чтобы еще милость Божия была, для детей наших, для внуков наших, чтобы мы и дети наши служили Богу, и для этого мы должны молиться Богу, надеяться, уповать, мы должны правильно поступать среди этого мира, куда бы Он ни уклонялся, Бог вчера, сегодня, во веки тот же, мы приемлем царство непоколебимое, Бог не хочет, чтобы христиане уклонялись вправо, влево, Он хочет, чтобы за Ним следовали, так как Он говорит, а это в итоге хорошо, скажем, даже в той стране, в которой мы с вами жили, все христиане, которые они были в той стране, они были благословением, хоть страна не признавала Бога, но христиане были благословением для той страны, в которой они жили, так же самое в этой, Бог хочет, чтобы мы Ему служили, да, было время, скажем, много плохо говорили при христиан, но прошло время, в той стране, Мы видим, пришло время, когда люди прозрели и сказали, да, христиане – это хорошие люди. Да, мы о них так говорили, делали. Пришло время, но кому-то в то трудное время нужно было оставаться верным Богу и следовать за Ним. Поэтому помолимся, чтобы Бог благословил нас и детей, чтобы нам не пострадать, как страдают эти люди, не знающие Бога. Но если Бог допустит, чтобы мы оказались верны Богу и исполнили то, что Он хочет в нашей жизни. Ему слава. Аминь.